ДАДО СЕМЕСКИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 1 октября исполняется 187 лет со дня взятия русскими войсками под каванданем генерала Паскевича крепости Иривани. Армения исторически, политически, физически и материально является для России обременением. Это обременение было с самого начала. На картине, которая зафиксировала эти исторические события, картина Рубо, видно, что это типичный восточный город с мечетями, с куполами мечетей, с миноретами. К сожалению, в современном Ереване такого вы не найдете. Все другие государства в этом регионе исчезли. Где сейчас кавказские абанцы? У армян не было государственности до 20 века. Среди моих братьев армян бытует мнение, что название Азербайджан – это искусственное название, новое. Появилось оно только в начале 20 века. Что в 19 веке похожим образом русские военачальники называли одну из провинций Персии – Адербайджан. И ничего больше похожего не было. Однако это заблуждение. Название Азербайджан, например, в 17 веке было очень хорошо известно ученому сообществу. Существовали этимологические исследования этого названия Азербайджан. Указывались довольно точные границы территории, которая называлась Азербайджан. И парадоксально то, что вся эта информация содержится в книге, которую очень любят армяне, очень почитают ее и на которую очень часто ссылаются, делая свои исторические выводы. Мы кровью своей, жизнью, деньгами, газом, войсками спасали этот народ. Они физически бы не было ни одного армянина, никакой Армении бы не было, если бы не мы. В природе не было бы, не могло бы быть. Когда человек умирает накануне смерти, он просит, чтобы его похоронили в земле предков. И вот это исходит из того, что земля требует обратно то, что она дала его родителям. И в этом родительских яйцеклетках они перешли к ребенку. Но здесь другое. Нам навязывают мысль, что мы пришли. Но мы умираем на своей земле. Почему армяне драпают с Арменией? Они не имеют общего начала. И поэтому земля, как организм, изгоняет их. Почему армяне? Армяне драпают из Армении не потому, что там экономически трудно. Армяне бегут из Армении, потому что земля их не принимает, так как это не их земля. Рано или поздно эта земля будет наша. Я им сказал, армянам, что вы не только Карабах, а Ереман сами нам вернете. Это рано или поздно будет так. Белый, как ледянушка, зоки, как сокола. Полки российские в Персию повел. И в глаза им плюнувший грановым огнем. К ереманской хлебости шли минутку с днем. КОНЕЦ Продолжение следует...